Как сказать по-английски? Извини, что сразу не перезвонила. Или они мне сразу не понравились. Или я сразу же это заметила. Ответ вы узнаете в этом видео. Меня зовут Кристина Бьёрн, вы на канале English Spot и приятного просмотра. Многим знакомо слово immediately в значении сразу, но я хочу обратить ваше внимание на выражение right away, которое в устной речи используется как минимум не реже. Итак, сразу right away, right away. Обратите внимание на произношение буквы T. Right away, right away. Это flap T. Подробнее я рассказывала про этот звук в этом видео. Если говорить вкратце, то артикуляция у него примерно такая же, как и у русского звука R. Про это я уже рассказывала пару видео назад. А англоязычные преподаватели объясняют этот звук как D. Такой расслабленный, быстрый, ненапряженный D. Right away. Right away. Теперь давайте посмотрим на примерах, как использовать это выражение в своей речи. I didn't like them right away. Они мне сразу же не понравились. I didn't like them right away. I'm sorry, I didn't call you right away. Извини, что сразу же тебе не позвонила. I'm sorry, I didn't call you right away. I noticed that right away. Я сразу же это заметила. I noticed that right away. I'm sorry, we didn't tell you right away, but we thought why upset you. Sorry, we didn't tell you right away, but we thought why upset you. That won't happen. It's just a formality. You don't have to respond right away. What? That won't happen. It's just a formality. You don't have to respond right away. Ну, а в контексте настоящего времени, right away означает прямо сейчас, немедленно, сию минуту. Например, I'll do it right away. Я сделаю это прямо сейчас. I'll do it right away. I'll do it right away. I'll call him right away, and then I'll call you back. I'll call him right away, and then I'll call you back. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И если это так, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Чтобы эта фраза закрепилась у вас в памяти, советую отработать ее с носителями на Кэмбле. Ссылки будут в описании. И, по традиции, я желаю вам успехов в изучении английского, и до скорых встреч. Пока-пока!